Сейчас я хочу дать слово Ахмеду Аминовичу Ярлакапову, старший научный сотрудник МГИМО, кандидат исторических наук Ахмед Ярлакапов. Ахмед Аминович, вы часто общаетесь с ногайскими общественными деятелями, общаетесь с людьми, которые непосредственно занимаются, скажем так, курсом, стратегией и каким-то направлением ногайского народа и хочет вести, скажем так, в качестве лидеров, вести ногайский народ в будущее. Скажите, пожалуйста, какие стратегии развития ногайского народа вы наблюдаете сегодня у нашего народа? И каковы их перспективы, каковы их положительные и отрицательные стороны? Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Саламу алейкум. Очень рад видеть коллег в добром здравии. Что касается темы моего сообщения, стратегии развития ногайского народа, во-первых, хотелось бы сказать, что сегодня ногайский народ находится на очень сложном и ответственном периоде своего развития. Этот период я бы назвал бы некой такой пересборкой, что ли, ногайского народа, ногайской идентичности, потому что очень быстро действительно меняющаяся реальность, она, конечно же, подстегивает ногайскую интеллигенцию на то, чтобы находить какие-то адекватные времени, адекватные перемены, какие-то ответы. И, конечно же, у ногайского движения, я считаю, вот сегодня есть очень много преимуществ. И одно из них то, что ногайское движение развивалось, в общем-то, всю свою историю практически, в ситуации, когда отсутствовала хоть какая-то территориальная автономия. То есть, и вот то, что мы сегодня наблюдаем, когда, в общем-то, роль территориальных автономий очень резко снижается, вот в этой ситуации, конечно же, те наработки, которые есть у ногайского движения, они очень актуальны. То есть, мы привыкли работать вот в этой ситуации, и ничего такого сильно стрессового для нас нет в этом. Вот. И, конечно же, вот для ногайского народа, который очень сильно территориально разрознен, скажем так, большое значение имеет память о, в общем, историческом прошлом. И, в общем-то, сегодняшние дискуссии о стратегии развития ногайского народа, они основываются вот на этой памяти. То есть, огромную роль играет вот эта вот историческая память, память об общем историческом прошлом разных групп ногайцев. Это то, что вот в значительной мере объединяет ногайцев разных, да, с разными диалектами и так далее, и так далее. Живущих на огромной территории, да, но разрозненно. И вот анализируя то, что происходит сегодня в ногайском движении, я хотел бы отметить, что наметились, ну, две таких больших стратегических, два таких больших стратегических направления. Есть масса разных ответвлений и так далее, но вот стратегических направлений два наметилось на сегодня. Первое – это ориентация на Казахстан. В общем-то, она очень понятна, вот, она основана на том, что это два вот очень родственных народа, действительно, вот, очень близких. Но вот эта стратегия ориентации на Казахстан, она основана на концепции о том, что некогда существовал единый народ, который назывался Ногайла, и из которого затем вышли отдельно ногайцы, казахи, каракалпаки. Вот. И вот в этой концепции, на которой основывается эта стратегия, ногайцы и казахи видятся как некий разделенный народ, да. И Казахстан видится неким таким общим государством для казахов и для ногайцев. Собственно говоря, вот на этом представлении и зыздится, да, вот эта стратегия, что мы должны быть близки с казахами, мы должны поднять уровень обсуждения наших проблем, да, до уровня, вот, мы все время должны высказываться о наших проблемах, как мы все время должны говорить, на уровне Казахстана и Казахстан. Соответственно, ну вот как наше общее государство должен вот в этом нам во всем помогать. Вот. В чем видятся риски этой стратегии? Ну, я об этом скажу после того, как скажу и о второй стратегии, да, но есть вторая стратегия, вот, есть вторая стратегия, ну, я бы сказал бы ее внутренней ориентации, да, то есть, которые, сторонники, которые говорят, что, да, очень мы близкие народы с казахами, но все-таки казахи и ногайцы это отдельные народы, и раз уж мы говорим об исторических основаниях, да, вот, пересборке ногайской идентичности, то вот в этом взгляде, в этой стратегии отмечается, что по происхождению ногайцы основаны на западной группе кипчаков, да, которая, ареал которой, это, собственно говоря, северное Причерноморье, Крым, Кавказ, Поволжье, вот эти территории, да, казахи же произошли на основании восточной группы кипчаков, то есть, это другая группа, это другие совершенно этнические процессы, да, ну, и недаром, вот, и на Поволжье даже среди финоугров мы известны как кубаны-губаны, да, то есть, и даже вот это вот, даже те этнические наименования, которые присваивали ногайцам, они, говорят, связывают ногайцев все-таки больше вот с этой, да, западной группой половцев-кипчаков, куманами, соответственно, вот. Вот, вот эта стратегия, она говорит о том, что, в общем-то, будучи очень близкими народами, казахи и ногайцы все-таки разные народы, и поэтому нашу ногайскую идентичность надо основывать вот на этих представлениях. Вот, и в чем видятся риски, да, первой стратегии? Да, несомненно, Казахстан это очень близкое государство, и когда оказываешься в Казахстане, речь очень близкая, то есть, ты, у тебя создается ощущение, что ты действительно в очень близком, как минимум, государстве, да, находишься. Но в то же время есть риски того, что, вот, объявляя ногайцев и казахов единым, разделившимся, да, неким народом, вот, нужно быть готовыми к тому, что, например, историческое наследие тоже окажется общим, да, и когда мы говорим об историческом наследии, когда мы говорим об тех же эпосах, то мы должны быть готовы к тому, что, вот, в Казахстане они будут восприниматься как казахские. Ну, вы же сами говорите, что ногайцы и казахи – один народ, да, и, соответственно, вот, нужно быть готовыми к этому. При этом, вот, есть некие возражения, что, ну, а почему же, а что мешает, наоборот, вот, все это объявить ногайским, да, но не получается, потому что мы сегодня, вот, смотрим, например, некие исторические труды, вот, труды Жермунского, например, или, вот, нашего классика Ашима Ивановича Сикалиева, да, они говорят об эпосе как о ногайском по происхождению. И величайшие казахи, которые писали об эпосе, они тоже всегда подчеркивали, что это эпос ногайский, он возник в Ногайской Орде. А в этом говорил, например, Чокан Валиханов, да, об этом же писали и известные казахские академики, например, Аман Жолов, член-корреспондент Академии наук Казахстана, да, и другие виднейшие казахские ученые и советского времени, и постсоветского времени. Но мы в то же время открываем сборники, где опубликованы, да, вот, ногайские эпические произведения, и мы читаем там, что тот же Асан Кайглы, он оказывается казах, да, или Досмамбетазаулы, он оказывается тоже казах. И там не подчеркивается то, что это эпосы, которые возникли в Ногайской Орде. И это, естественно, создает тревогу, да, что в конечном итоге мы, вот, те плюсы, которые есть в этой стратегии, насколько они преобладают над минусами, да, которые есть в этой стратегии. И вот сторонники второй стратегии, они как бы обращают на это внимание и предлагают задуматься над этим. Ну, вот эта вот дискуссия, она сейчас вот в активной фазе, скажем так, да, она не закончилась, и у нас, у нагайцев нет единой стратегии. Такой вот, чтобы все вместе выбрали эту стратегию и ее придерживаемся. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда эти две стратегии друг с другом находятся в состоянии некого такого, даже иногда, столкновения, да, не только вот какого-то такого обсуждения, но и столкновения. Вот, и эта дискуссия, она, да, ведется в значительной мере, конечно же, в интернете. И это достояние, ну, вот такого вот активного, активной интеллигенции, скажем так, да, нагайской. Но, тем не менее, есть некая разница между сторонниками первой и второй стратегии. То есть в первой стратегии больше все-таки институционального, скажем так, да, и больше все-таки возрастного, ну, в смысле более старшего поколения, да, сторонников. Вторая стратегия, она более такая молодежная, хотя и там, и там есть разных возрастов людей, да, но я просто говорю о неком таком преобладании, скажем так. Вот, и, конечно же, вот эта ситуация, когда есть две вот этих стратегии, и они находятся в очень таком серьезном состоянии спора, скажем, мягко, да, вот, она, в общем, то, ну, должна, наверное, к чему-то привести, должна состояться некая дискуссия, наверное, вот, и в конечном итоге некая стратегия, все-таки, я надеюсь, что некая общая стратегия будет выработана, вот. Но пока мы находимся вот в таком состоянии, пока мы находимся на этой развилке. Собственно говоря, тезисно вот то, что я хотел сказать сегодня. Спасибо большое, Ахмед Аминович. Очень содержательно и очень, скажем так, с надеждой, скажем, в будущее ваши слова. Надеюсь, что то, что вы сказали, это произойдет. Надеюсь, что между двумя этими группами произойдет диалог и приход к какому-то единому мнению, которое приведет наш народ к процветанию.